2023 год был объявлен президентом Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Леновская область с успехом завершила 365 дней. Чемпионат учительских команд стал одним из центральных мероприятий года. Также в профильный год регион стал инициатором конкурсов педагогических династий и разработал кубок из Симберцита. Открытие ядерного лицея в Димитровграде стало еще одним ярким событием уходящего года. Федеральный министр Сергей Кравцов приезжал в регион и торжественный запуск образовательной организации. Завершающая инициатива профильного министерства в этом году – включить педагогов в перечень лиц на получение бесплатной юридической помощи. Нас поддержал губернатор Ульянской области. Нашу инициативу о том, что мы хотим включить педагогов в перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Этот вопрос мы обсуждали совместно с государственно-правовым управлением. И на сегодняшний момент этой возможности нет как на федеральном уровне, так и ни в одном другом регионе. Получается, Ульяновская область первая, которая сделала такой важный шаг. В этом году в регионе открылось около 40 образовательных центров. Кванториум, Айти-Кубы, Точки роста появилась в Ульяновской школе радиоэлектроники УКБП «Старт». Богат год был и на педагогические конкурсы и победы, но 2024-й не собирается отставать. У нас получилось запустить конкурс команд молодых педагогов. Он привлек внимание и педагогов из других регионов, потому что мы регулярно рассказываем в своем опыте, и мы понимаем, куда нам стремиться. Мы хотим расширить конкурс команд, пока мы оставляем его в регионе. А вот наш фестиваль «Педагогическая проба», который пройдет в восьмой раз в регионе в апреле, мы хотим сделать межрегиональным с очным участием. На традиционной пресс-конференции по итогам года обсудили множество вопросов. Запрет телефонов на уроки, общественно полезный труд для школьников, ЕГЭ, престиж профессии педагога. Также спикеры ответили на вопросы от учащихся различных образовательных организаций.